Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Косар-руков Александр Сергеевич. Хорошо. 1938 года, это 11 декабря. Так, начало войны. Я помню это по детским впечатлениям. Это тем, что перед глазами стоит мне это зарево, когда это половину неба, в особенности в вечернее время, освещено было пожарищами. И над горизонтом силуэты самолетов летят. Значит, черные сигары. И самолетов много летят. Это были взрывы. И дальше, как я понял, у нас этот, рядом с нами был фронт. То есть, когда от Москвы стали отгонять немцев, Это наша деревня, это Ульянино, находилась на высоком берегу реки, а за рекой, рядом, где-то в километрах трех, деревня Азарова. А это какая область? Да, это Калуцкая область, Масадский район. В Азарова стояли наши части. И часто вели обстрел. Значит, они в нашем районе не немцы, а через три километра за рекой русские были. Ну, это через какое-то время, когда немцы чувствовали, что им не удержать оборону, нам население объявили, что это подлежит эвакуация. Стали поджигать дома с факелами ходили, видимо, выбранные немцами поджигатели стали. И нас погрузили на машину. И по мере отступления немцы мы ехали, часть с ними, часть передвигались пешком. А в зимнее время, я помню, как везли меня на саночках уже. И так мы из-за пункта одного, пункта другой передвигались, значит, в сторону Рославля. Там были деревни Чащенки. Жили в землянках. Ну, одно из, это помню хорошо, это в этой, саму землянку, скат, был так накрытый, стоял столик, широкая скамейка. И вместо освещения использовались гильзы снарядов. Ну, по размеру, как от сорока пятки. Их это концы сплющены были. Там уставлялся фитиль или что-то еще. Занявался, видимо, было где-то сбоку отверстие, заливался керосином. Ну, этим и освещались. Но в один день получилось так, что этот бензин, то есть это керосин кончился. А это я был с мамой и с тетей была. Где-то ей было лет 18, наверное. Так, в то время. Тетя Маша. Ну, на это я взяла, взяла эту канистру и это я хотела подлить. Не гася фитиль. Но оказалось, что там не керосин, а бензин. Бензин этот вспыхнул. Я сидел на столе под ней, а рядом со мной на ламке подливала тетя в эту лампаду. Когда, наверное, неудачно не проняла, тут вспыхнул бензин. Тетя ей испугалась, бросила его. И это как раз полностью все вспыхнуло. Я оказался в огне. То есть, был и выход закрыт. Как раз там скамейка к выходу. И все. Ну, вот тут, правда, это у меня находчивая мать была, не робко десятка. Она схватила ватное одеяло и набросила на меня. И она тут же это вынесла. Успела сбить пламя. И погасила. Ну, а потом уже мне отложилось следствие пожара. пособенности на речь. Не этот раз, а когда уже мы нас эвакуировали с Бобруська и привезли нас и назад. И уже там мне это дяди были где-то по 14-15 лет. они отстроили небольшую избушку, где мы жили. И, значит, сделали печку. И в печи не было чистки трубы, отдушины делали. затыкали тряпками. Ну, как-то все ушли на работы и поле. А я остался один. И тут выпадает горящий факел. Опять же начинает гореть. А так как я был один, я и вспоминал, что опять война, опять война. И с тех пор я перестал оставаться один дома. И сказалось это на мою речь. Ну, а что касается отступления, когда мы передвигались с одного места до другого, потом, помню, где-то еще на Смоленщине нас в церковь перевезли, там на территории церкви жили. И конечный где-то пункт уже нас привезли в Бобруськ, там это расположение было в этих усадьбах у целевших, где-то там были еврейские поселения. Их эвакуировали или угнали куда-то. Ну и нас там кто где мог. У меня был брат еще, Ваня, где-то это уже было в зимний период и он видимо подстыл его значит она лекарств не давали мать стала обращаться к немцам за помощью все. А инструкция была такая, что больных и старых уничтожать. Ну этого братик умер, его в зимнее время похоронили в снег, а дедушка дедушке дали таблетки ярко желтого цвета. Ну и от этих таблеток ему стало очень плохо. Он так кричал и где-то через несколько часов умер. То есть у нас такие отношения сложились в эвакуации. Ну сами же рядовые немцы солдаты сочувственно относились к населению. Они предупреждали, что вот когда это могут приехать эсэсовцы, они их очень боялись. И я помню случай, когда когда мать сказала офицеру в черной форме, что-то тому не понравилось, и он ее ударил так, что она полетела с ребенком, еще он был живой. снег, то есть она после этого долго болела. Жестокие были. Да. Ну те немцы, которые как рядовые солдаты, официеры, с теми можно было общаться, они несочувственны были к нашему населению. Ну конечно вот само население старалось меньше поддерживать контакты. Ну еще в начале войны я помню моего отца он был не военнообязанным начале и это когда пришли немцы в силу поручили ему наши у нас скот когда это это население чтобы не попал врагу. Когда отец вернулся то заподозрили что откуда он не появился думали что он партизан его его вначале хотели расстрелять а так как он был волосы у него черный то посчитали что юда еврея но тут староста деревни народ побежал к нему заступаться староста пошел к немцам сказал что это наш деревенский его это уже его поставили к стенке его освободили но все равно где-то почти месяц в ночное время проверяли ночует ли он дома ну вот это в основном вот такие впечатления мне вот после после кончания да когда нас привезли обратно эвакуацию мы приехали в деревню на видимо работая наши снайперы привели и на полях очень много было снарядов вернее даже мин то есть они выглядели желтого желто коричневого цвета как все равно это остатки этих как вот суставы вот это локоть то есть это рук и с оперениями ну где-то примерно величиной они были по сорок пятьдесят сантиметров пыля были усеяны их как видимо складировали и все но ребятишкам было интересно некоторые не пытались добраться до них но были случаи что не подорвались дядя дядя мой так вот дядя Виктор не подорвался на такой имени и в результате потерял руку и остался он на всю жизнь инвалидом инвалидом вот в основном вот такие впечатления мне сложились в войне ну все ну тогда закончим наш рассказ тогда пожелайте нашей молодежи в дальнейшем что бы вы хотели пожелать на будущее ну что это молодежи первое первое что надо учиться что это осваивать те науки которые им пригодятся в жизни это в первую очередь потому что это жизнь вот сейчас вот увлекаются компьютерами но компьютер конечно посмотреть интересно там что показывают игры забаву ну дают некоторые сведения развития детям но это все но это все не должно мешать главному освоению той это науки которую дают дают школе вот чтобы не готовили себе к серьезной жизни после окончания школы чтобы им это удалось освоить те необходимые к жизни навыки в труде в науке чтобы не могли быть полезными обществу и могли работать добывать средства на существование свое на интересной работе спасибо спасибо